Всем привет, ребят! С вами Габзор.ком. Сегодня с вами протестируем Player Few M7. Он выступает альтернативой смартфонам и насколько он хорош и какие преимущества дает, предлагаем разобраться в ходе детального тестирования. К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений мы приведем в описании к этому видео. Там же ссылка на официальный сайт. Поставляется в коробке из плотного картона, внутри зафиксирован воспененную подложку, предотвращающую тряску, комплект включает прозрачный силиконовый чехол, инструкцию и техническую документацию. Выполнен FIU M7 в компактном корпусе прямоугольной формы с ровными линиями и строгим дизайном. По габаритам он меньше привычного смартфона. Корпус плеера выполнен из алюминия. Он монолитен, отсутствуют элементы, потенциально подверженные излому. На лицевой стороне выведен сенсорный дисплей. Рамки вокруг него широкие, они также металлические. Сам плеер доступен в нескольких цветовых расцветках – черный, синий, красный и серебристый. Несмотря на наличие сенсорного управления, сохранили и механические кнопки. На верхнем торце кнопка включения с круговой подсветкой. Сбоку регулятор громкости, кнопка воспроизведения, паузы, а также перемотки и переключения треков. Кнопки зафиксированы в корпусе хорошо, ход короткий. На верхнем торце у FIU M7 разъем под проводное подключение наушников – слот для карты памяти формата microSD. Зарядка и подключение компьютера проводится через современный USB Type-C разъем. Изображение выводится на 3,2-дюймовый дисплей с разрешением 480 на 800 пикселей. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. Картинка хорошо читается, подсветка равномерна по всей площади. На нажатии реагируют точно. Несмотря на свою невысокую стоимость для такого класса устройств, внутри установлена качественная платформа ЦАП ES9018Q2C. Располагает FIU M7, 2 ГБ встроенной памяти. Расширить место под хранение библиотеки медиафайлов можно будет установив емкую карту памяти. За автономную работу плеера отвечает батарейка с емкостью 1880 мм в час. Ее хватает на 20 часов беспрерывного воспроизведения музыки. На практике мы проводили зарядку раз в две недели. При работе в режиме дом-работа-дом восстановить заряд можно будет за 2,5 часа. Работает на базе операционной системы Android 7.0. Система заметно урезана, используется собственная оболочка. Отсутствует магазин приложений, шторка уведомлений, телефонный функционал. За счет таких изменений ускорилась работа и упростился запуск ключевых функций. Главный экран представляет собой 6 иконок для быстрого запуска. Интерфейс локализован под русскоязычных польтерей. Доступны музыка, радио, проводник, галерея, техническая поддержка и настройки. В разделе настройки проводится подключение к Bluetooth наушникам или колонкам. Выставляется качество беспроводного воспроизведения, пульт на наушниках, баланс по каналам. Для радио можно выбрать регион с диапазоном частот. Блокируются выбранные клавиши из заступных на корпусе. Так можно исключить ложные нажатия. Есть общие параметры с настройкой экрана блокировки, таймеров включения, оформления рабочего стола, текущего времени и даты, а также языка интерфейса. В разделе поддержка можно провести ручное обновление прошивки и ознакомиться с краткими инструкциями. FIO M7 помимо прослушивания музыкальных композиций с внутренней или внешней памяти, также поддерживает FM-радио и отображение графических файлов. Есть автоматическая сканирование частотного диапазона с сохранением радиостанций. Работать приемник будет только при использовании проводных наушников. Встроенный плеер поддержит плависты, поиск композиций, сортировку по жанрам и исполнителям. По выбранным трекам можно просмотреть подробные данные, выставить параметры эквалайзера. Тестирование проводили с наушником RCA MA650 Wireless. Для подключения используется Bluetooth. Как и плеер, они поддерживают кодеки aptX. Проблем с качеством передачи звука выявлено не было. Звучание в такой связке на уровне флагманских смартфонов 2018-2019 года. Плавное и чистое звучание с поддержкой aptX HD. Заметные разницы есть при использовании проводных наушников. RCA MA650 Silver – это проводной вариант, с качественными драйверами. Демонстрируется широкий частотный диапазон и высокая детализация на всей полосе. Плеер справляется со сложными композициями. Только единичные модели смартфонов могут раскрыть потенциал наушников с высокой чувствительностью и импендансом. Есть точная двигателевка уровня громкости. Как итог, FIU M7 – добротный плеер, полностью раскрывающий потенциал премиальных проводных и беспроводных наушников. Поддержка актуальных кодеков, передача звука высокой четкости, алюминиевый корпус, компактные габариты, легкий вес, понятный и простой интерфейс, сенсорное управление, длительное время автономной работы, FM-тюнер USB Type-C. Не устроить может малый объем встроенной памяти. С удовольствием обсудим с вами FIU M7 в комментариях. Всем спасибо и пока-пока!